Друзья, всем привет! С вами Санёк, канал PS4 Blackstone Russia. В этом видео я вам хочу показать, как привязать банковскую карту к своей PlayStation, к аккаунту PlayStation. Там неважно, какая у вас консоль, либо PS4, либо PS5. В общем, как привязать банковскую карту к своему аккаунту PlayStation. Через браузер, не через консоль. То есть, именно через браузер, интернет. Заходим на сайт MyPlayStation. Давайте я вам покажу. Вот, my.playstation.com Дальше нажимаем «Войти в сеть». Вводим свои, значит, логин и пароль от вашего аккаунта PlayStation. «Логин» — это электронная почта. Здесь конкретно нужно... Значит, вот я ввожу свою. Вы свою вводите. Дальше пароль. Нажимаем «Вход». После этого, если у вас настроена двухфакторная идентификация, вам придет еще смс-ка с дополнительным кодом для безопасности. Это нужно. Так, сейчас будут некоторые нюансы, которые я вам еще объясню. Не все так просто. Значит, дальше заходим вот сюда вот. На вашу аватарку. Управление платежами. Добавить способ оплаты. Вот. Добавить кредитную или дебетовую карту. И вот здесь вот я вам буду сейчас объяснять, кто может привязать, кто не может привязать банковскую карту. Почему у вас может она не привязываться. И, в общем, сейчас все объясню. Смотрите. Здесь указаны значки платежных систем. У вас на банковской карте, возможно, есть такой значок на лицевой стороне банковской карты. GCB. Точнее, GCB. Получается. MasterCard. Visa. В России, например, распространены самые популярные платежные системы. Это Visa и MasterCard. И, ну вот, еще GCB, значит, получается, можно. И только карты этих платежных систем. Да, то есть, здесь не важно, какой банк. Это хоть Сбербанк, хоть Альфа-банк, хоть ВТБ, хоть Тинькофф, хоть Хоум-кредит, хоть какой угодно банк. У каждого банка бывают карты как Visa, так и MasterCard. И даже бывают еще там Visa, Electron, Maestro, Momentum и всякие. В общем, смотрите. Подходит карта, если вы живете в России, карту получали в России, аккаунт у вас, значит, страна в PlayStation тоже Россия, то подходят только вот карты вот этих вот платежных систем. GCB, MasterCard и Visa. Если у вас карта Мир, да, вот в последнее время появляются такие, ну, достаточно, получают распространение карты Мир. Если у вас карта Маэстро, если у вас карта Visa, Electron, то ее привязать не получится. Дальше, смотрите, почему еще у вас может не получиться, например, у вас Visa или MasterCard, но при этом все равно карта не привязывается. Потому что у вас нет денег на карте. То есть при привязке карты у вас происходит пробная временная транзакция, да, то есть там списывается примерно 1 доллар сумма, ну, там примерно 70 рублей, может быть, 80, что-то вроде этого. То есть если у вас на карте не будет этой суммы, то карта не привяжется, потому что эта сумма должна быть у вас на карте. Для того, чтобы проверить то, что, ну, карта вообще действительно и платежеспособная. И вам вернут эту сумму сразу же. То есть это такая временная транзакция, да, то есть сначала расписывается, потом сразу же возвращаются деньги. Также, также у кого может не привязаться, смотрите, если вы живете не в России, и если карту вы получали банковскую, тоже не в России. Это в последнее время очень, очень распространенная ошибка. Мне в комментариях, вот я когда делал видео о том, что как привязать банковскую карту к PlayStation 4, непосредственно, значит, постоянно, вот одни и те же комментарии. У меня не привязываются, у меня ошибка и так далее. И выясняется то, что человек живет не в России, карта у него не российская, а другая, например, казахстанская, там, азербайджанская и другие, значит, страны, в которых нет личного магазина PSN, ну, то есть PlayStation Store. И у которых в их аккаунте указана страна Россия. То есть, смотрите, карта и страна должны совпадать. То есть, например, если у вас указана Россия, то и карта должна быть выпущена российским эмитентом, российским банком. Следовательно, если у вас указана страна Россия, но вы живете не в России, и карту делали тоже не в России, не в российском банке, то у вас банковская карта не привяжется. Ваша конкретная банковская карта. Но в таком случае, в таком случае, вы можете оформить, во-первых, банковскую, ну, скажем так, поскольку это ролик конкретно по привязке банковской карты, то буду говорить конкретно про банковскую карту. Значит, смотрите, есть такой российский банк, Kiwi. Kiwi банк, да? Вот у него есть банковские карты. И вот есть у него виртуальная карта Kiwi. Вы, живя не в России, можете на сайте Kiwi банка оформить себе такую виртуальную карту. Бесплатно. Единственное, что, учтите, то, что там, значит, за каждую операцию есть комиссия. Комиссия, по-моему, минимум 30 рублей. Тут это, наверное, где-то будет указано. Так, 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 так. Комиссия при оплате в рублях в российских магазинах 0 рублей. Вот, в зарубежных магазинах. PlayStation Store, это, я так понимаю, это зарубежный магазин. И, короче, видите, здесь комиссия минимум 30 рублей. То есть, помимо того, что у вас при привязке этой карты будет списываться что-то около 70 пунктов стерлингов, то есть, где-то там 60-70 рублей, так еще дополнительно будет еще и минимум 30 рублей списываться. То есть, у вас должна быть, ну, минимум там 100-110 рублей на карте в момент, когда вы ее будете привязывать. Надеюсь, это понятно. Есть еще, на самом деле, один способ, как вы можете, значит, покупать игры. Но я поговорю об этом способе, наверное, в другом видео, потому что здесь конкретно мы говорим о привязке банковской карты. Теперь, непосредственно, вот, если у вас есть, значит, карта MasterCard, либо Visa, либо GCB-карта, на ней есть деньги, да, то есть, для проверки действительности карты, либо, если вы живете не в России, то, если у вас есть вот эта вот карта виртуальная Kiwi, то, что нужно делать? Ну, я думаю, то, что это очевидно, но вдруг, вдруг кому-то нужно все-таки это разъяснить. Значит, смотрите, номер банковской карты, это номер, большими цифрами указанный на лицевой стороне вашей карты. Он состоит из, от 12, там, до 18, может быть, по-моему, или даже до 19 цифр. Длинный такой номер, вот сюда вы его вводите. Значит, имя владельца карты вводите то же самое, значит, что у вас указано на вашей банковской карте. Например, Иван Иванов, латинскими буквами пишите Иван Иванов, либо вот другое, как у вас написано на карте, так и переписывайте. Месяц и год срока действия карты также указан на лицевой стороне под номером карты. Это, я думаю, будет без проблем. CVV-код указан, ну, во-первых, здесь. Вам и так подсказка дается, но я вам еще раз это повторю, то, что указан он на обратной стороне вашей карты. Значит, вот три циферки. Рядом, точнее, вот там, где поле для вашей росписи, тут же сбоку находится ваш CVV-код. Дальше, смотрите, на следующей странице, поскольку я сейчас не привязываю конкретно свою банковскую карту, поскольку у меня уже есть карта, мы не увидим сейчас, что в дальнейшем запрашивается, но я и так знаю. Значит, смотрите, на следующей странице, после того, как вы ввели данные карты, у вас попросят ввести ваши, точнее, данные вашего адреса. Смотрите, значит, что нужно там вводить? Там будут поля конкретно. Улица, дом, квартира, номер дома, то есть квартира, да, район, город, страна, индекс. И туда вы вводите в соответствующие поля, значит, соответствующие значения. То есть там, где просят ввести улицу, вводите улицу, там, где город, вводите ваш город. И по поводу того, можно ли писать, значит, недействительные, ну, не настоящие данные, да, вот, например, какой-нибудь левый адрес, левый номер дома, квартиры и так далее. Смотрите, чисто, как бы, технически, да, можно, но я вам не рекомендую вводить нечестную информацию, да, то есть рекомендую вам написать, на самом деле, ваш настоящий адрес. Для чего это нужно? Ну, вряд ли вам когда-то действительно это понадобится, но в случае, если возникнут какие-то проблемы с платежной системой, да, то есть при оплате возникнут проблемы, либо там, например, какие-то другие, в общем, проблемы, если возникнут, именно связанные с платежами, то вам могут в каких-то случаях отправлять настоящие письма по почте на ваш указанный адрес, то есть в этом случае, ну, там, для решения проблемы вы должны, естественно, получить это письмо, и если вы укажете ваш ненастоящий адрес, по которому вы потом не сможете получить отправленное письмо, то тогда, ну, как бы, пеняйте сами на себя. Я вас предупредил и все объяснил, поэтому рекомендую вводить ваши действительные данные и не врать при их заполнении. Вот, значит, пароль от своего аккаунта по СН и электронную почту, то есть идентификатор для входа, обязательно запомните, обязательно запишите его куда-нибудь, чтобы не терять его, потому что у меня часто также пишут под этими видео, вот, типа, я забыл пароль, я не могу его восстановить, как, как чего, я забыл логин, пароль, короче, сразу же вас предупреждаю, запишите на листочек это, блин, запишите себе на лоб, я не знаю, куда угодно, запишите, там, там, сохраните у себя в заметках, в электронном виде, в текстовом виде, на дереве, на скребите, я не знаю, как угодно, сохраните этот пароль, чтобы его не терять. Единственное, что иногда, иногда, учтите, что, значит, Сони просит вас обновить пароль, то есть, придумать новый пароль для входа. Такое иногда случается. В принципе, думаю, что прям подробно все объяснил и рассказал. Почему сегодня было именно через браузер, а не через саму консоль, да, у меня консоли, к сожалению, PlayStation 5 нету. У нас она была, мы делали распаковку, но мы не засняли в тот момент привязку банковской карты. Поэтому вот такой способ через сайт, да, через браузер тоже работает. Вот он у меня, пожалуйста, мой способ оплаты. Моя банковская карта, карта для для геймера All Games, которую я вам всем рекомендую. Ссылка на оформление и на бонус после активации карты будет в описании. Значит, только для граждан России, ну, то есть, не только для граждан России, а для тех, кто может получить карту в России. Данное предложение действительно. Вот, видите, у меня привязана карта и здесь я могу управлять. Поэтому способ действенный, рабочий. Вот. Чуть позже, возможно, как-нибудь у меня получится записать именно непосредственно как привязывать карту через саму приставку PlayStation 5, да. Если, может быть, у кого-то из вас есть такая возможность мне прислать запись процесса привязки карты для того, чтобы я выложил ее к себе на канал. Вот. Единственное, что вам надо будет замазать свои данные, которые вы вводите, да, то есть номер карты, срок ее действия, фамилия, имя, отчество и код безопасности на обратной стороне карты. Когда вы будете его вводить, в общем, так, чтобы я его не увидел и если я выложу себе ролик на канал, чтобы никто другой его не увидел, потому что данные эти у всех отличаются и, в принципе, именно ваши данные, чтобы были видны, это никому не нужно, тем более, что это может быть небезопасно. У меня, например, периодически, вот, когда я записывал ролик о привязке карты к PlayStation 4, я там не замазывал свои данные, да, по банковской карте и постоянно, постоянно кто-то пытался с нее стырить деньги, короче, привязать именно мою банковскую карту к своему аккаунту PlayStation. Благо, что на ней не было денег и срок действия закончился, и я там специально все лимиты до нуля, чтобы покупки в интернете до нуля, вообще, в принципе, покупки, там, короче, чтобы никаким образом с нее деньги в итоге не списались. В общем-то, на этом все. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, если вы хотите меня отблагодарить, значит, во-первых, можете, ну, естественно, поставить лайк, и также я оставлю ссылку, если вдруг донат кто-нибудь захочет мне скинуть, ссылку на Donation Alert оставлю в описании. Вот. Желаю вам всего самого доброго, с вами был Санек, канал PS4Box1Russia, приятных игр, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok